Портфель достиг исторической прибыли 110 тысяч рублей. Вот он скриншот, но чуть-чуть побольше. Если посмотреть историю канала, то максимальная прибыль у меня была чуть более 100 тысяч. Ну вот он скриншот, это из моих прошлых роликов, которые мне удалось найти и зафиксировать. Но тут цифра чуть-чуть пониже. Рынок растет и по чуть-чуть все бьет и бьет рекорды по портфелю. То было 103 тысячи, то 106, то 109, уже более 110 тысяч. И все эти моменты я фиксирую и периодически выкладываю в свой телеграм-канал. Поэтому не забывайте на него подписываться. Он есть в закрепленном комментарии к этому видео. И также историческую прибыль показал уже портфель в Китфинанс. Если вы не видели, вот он выпуск. Это видео было предыдущее и в нем я тоже рассказывал. Это прибыль с учетом заблокированных американских акций. И тогда американские акции, кстати, были в негативе и они падали. И зафиксировались вот эти вот негативные статистика суммы по акциям. Но если сейчас бы разморозили акции, то бы у меня там была прибыль тоже где-то более 100 тысяч. Это точно. В совокупности бы мой портфель сейчас бы плюсовал бы где-то плюс 200 тысяч рублей. Ну еще хотелось бы сказать пару слов про Газпром. Газпром может выплатить 13 рублей дивидендами, например, за первое полугодие. Почему бы и нет? Совокупная прибыль Газпрома составила 600 миллиардов рублей. То есть аналитики высчитали то, что это где-то дивидендная база от данной суммы может составить 13 рублей на акцию за полугодие, что неплохо. По итогам года может даже быть и дивиденд 20 рублей. Может быть они 13 не заплатят где-то что-то как-то и заплатят меньше. Может быть вообще ничего не заплатят по итогам уже следующего года за 23 где-то рублей 20 заплатят. Что самое интересное, аналитики высчитали то, что это была прибыль получена в основном от Газпром нефти. Сам Газпром ничего не заработал. Посмотрим, если это действительно только Газпром нефть, столько принесла у Газпром нефти, было неплохо. То если еще сам Газпром начнет зарабатывать и снизить свои капсатраты, то вполне возможно в будущем могут быть неплохие дивиденды. Тоже на уровне, не знаю, 20-30 рублей за акцию легко каждый год. Поэтому я сейчас набираю позицию в долгосрок, я и тоже рассказывал, сейчас у меня 290 акций. Вот на этой неделе, да, уже на предстоящей я планирую набрать пакет до 30 акций. Может быть действительно в любой момент неожиданный, они могут убевить дивиденды, и акция может уже до 200 рублей взлететь, а то и больше. Поэтому надо воспользоваться моментом и зафиксировать вот 300 акций, вот такой пакет. Даже если заплатить 10 рублей, в принципе 3000, ну минус налог, как говорится, не лишний. Новых акций у меня в портфеле не было. В том месяце я добавлял новую акцию Тонарникель, вот он этот выпуск, если не смотрели, посмотрите. Ну а теперь давайте перейдем в Сбербанк Лайн, посчитаем комиссии, посмотрите мои покупки, а потом перейдем в Сберинвестор. Там я вам покажу свой портфель, покажу вот эту историческую рекордную прибыль. Ну и пройдемся по компаниям, там есть что сказать. Уже у нас объявлено было много разных дивидендов. Поговорим также про портфель в облигациях. Продолжаю наращивать облигации. Также у меня 6 облигаций погасились. Я на эти 6 облигаций купил еще снова 6, чтобы доля моя по облигациям не отбавлялась. Я наоборот ее хочу наращивать. Тем более с учетом того, что сейчас акции все перегреты по отношению опять же к моим средним и по отношению к тому, что сейчас идет геополитический конфликт. Поехали, сейчас я вам все покажу. Итак, начинаем с пополнения, как всегда. Вот у меня дипозон 1.08.23, 31.08.23. Это у нас за август месяц, как вы видите, нет операций по данным фильтрам. Почему у меня нет пополнения? Потому что я продолжаю тратить деньги с дивидендов, которые пришли в дивидендный сезон. Но было у меня небольшое пополнение, если вы предыдущий выпуск смотрели. Там у меня было по Китфинанс. Я закидывал, не помню сколько, полторы тысячи рублей. Это единственное было пополнение. В Сберии у меня в основном были дивиденды. Так как Китфинанс пока дивы не приходит, то там я пока своими усилиями пущу. Это все дело пополняет. Теперь давайте посмотрим, на какую сумму все-таки у меня было реализовано сделок. Вот я скачал, как всегда, экселовский файл с сайта Сбербанка. Здесь получается, видите, объем сделок. Объем сделок у меня составил 18 870 рублей 72 копейки. И также вот у меня был НКД. Я тоже покупал немало облигаций. Целых 7 штук. Потому что у меня было 6 облигаций. Погасились я 6. Докупил, чтобы баланс облигаций пропорций не падал. И еще одну я накупил в конце уже августа месяца. Итого НКД составил 190 рублей 97 копеек. Ну и если мы прибавим НКД к данной сумме, в общей сложности где-то на 19 000 рублей шоппинг у меня был. Вот, прикидывайте, сюда это входили дивиденды в основном. И сюда также входили купоны, которые мне приходили. В следующем месяце уже будет у меня отчет дивидендный за третий квартал. Там как раз я вам все покажу и расскажу. Открою спойлер. То, что там я чувствую будут рекорды и квартальные дивиденды. А теперь давайте посмотрим комиссию. Итак, комиссия брокера банка составила 9 рублей 35 копеек. Комиссия биржи составила 3 рубля 65 копеек. Но самое странное, почему-то вот здесь вот эти сделки, последние три, что-то комиссию почему-то не взялась. Не знаю, может какая-то была акция. Не знаю, это я покупал в конце августа. То ли 30-го, то ли какого-то. Не помню числа. Были сделки. Надо отмотать назад, вспомнить. В итоге где-то у меня было на 13 рублей комиссии. Теперь давайте посмотрим мой шопинг, который я совершал в августе вместе здесь в Сберинвесторе. Шопинг мой начался вот 1 августа. Здесь у меня было куплено Сигежа 1 лот, что составило 100 акций по цене 6 рублей 49 копеек за акцию. Далее я докупил Газпром. 10 акций, это 1 лот по цене 173 рубля 0,5 копеек. И также я добил пакет акций Аэрофлотом до 200 штук, купив 2 лота, что составило 20 акций по цене 45 рублей 10 копеек. Дальше шопинг у меня продолжился, как видите, 3-го числа. В ТБ я купил еще 5 лотов, что стало 50 тысяч акций по цене 2 копейки за акцию. Дальше. Россети ФСК, 1 лот 10 тысяч акций по цене 12 копеек за акцию. Дальше. Лен Энерго, лот акции это 1000 штук по цене 63 копейки за акцию. Дальше. Мвидео 2 штуки, добил по-моему пакетик до 80 штук. Итого 227 рублей 70 копеек за 1 акцию. И все. Следующий мой шопинг был вот 10 августа. Здесь у нас было ОФЗ куплено 26 218. Одна штука по цене 882 рубля 51 копейка. Дальше. ОФЗ 26 241. Одна штука по цене 919 рублей 28 копеек. Далее. ОФЗ 26 21 тоже одна штука по цене 815 рублей 97 копеек. И была куплена одна штука акций лента. Цена 793 рубля 50 копеек. Так. Следующий шопинг мой совершался 17 числа. Здесь был куплен Сбербанк Префы. 10 штук акций по цене 256 рублей 70 копеек. Тут как раз они упали. Я чуть докупил. И дальше еще вот я докупил еще 3 ОФЗшки. Здесь было ОФЗ 26 242. Одна штука по цене 922 рубля 93 копейки. Потом ОФЗ 26 225. Одна штука по цене 772 рубля 40 копеек. И ОФЗ 26 224. Здесь тоже одна штука по цене 844 рубля 30 копеек. Шопинг у меня произошел 22 августа. Здесь я докупил Газпром еще один лотик. Что составило 10 акций. И по цене 175 рублей 50 копеек за акцию. И шопинг мой завершился вот 30 числа. Здесь я докупил еще ОФЗ. Вот это уже была 7. 26 10 21. Одну штуку. По цене 806 рублей. Также было куплено. Сиеже еще 100 акций по цене 5 рублей 83 копейки. Это один лот. И еще один лот. В ТБ я докупил на сдачу. Что составило 10 тысяч акций. Получается за 2 копейки. Ну, такого вот у меня был шопинг. Где-то примерно это в районе 20 тысяч рублей. Потому что, опять же, там из этих 20 тысяч был еще, помимо дивидендов, было 6 тысяч. Вернулось номиналов от облигаций. Ну, а теперь давайте перейдем в наш Сберинвестор. И мы там посмотрим мой портфель. Прежде чем мы будем смотреть мой портфель, Как же без рекламы моего Телеграма? Подписывайтесь, друзья. Хочется набрать 2000 подписчиков уже к Новому году. Сделать себе такой небольшой подарок. Здесь я публикую свои ролики. Вы точно их не пропустите. Вот последний ролик про покупку акций. Новостями делюсь. Вот здесь ЮниПро взлетело. Иногда вот видеозаписи здесь выкладываю. Ну, бывает здесь реклама. Не без этого. Монетизировать же как-то надо свое творчество. Порфель от скидки финансового показываю. Дивиденды, купоны свои показываю. В общем, подписывайтесь. Теперь давайте зайдем в приложение Сберинвестор. Так, сегодня у нас выходной день. Воскресенье. Торги не проводятся. Видите, в пятницу было зафиксировано. 3200 рублей прибавка. Итого, давайте посмотрим за все время. Видите, у меня 112 323 рубля. 3 копейки прибыли. Это показывает где-то 14%. Это историческая прибыль. Если посмотреть мои ролики, отмотать все на самое начало. Они все есть. Даже отдельный плейлист. Есть мой инвестиционный портфель. Там максимальная прибыль была. Что-то в районе 100. Может быть 100-100. Потом все сложилось. И вот сейчас уже рекорд за рекордом мой портфель бьет. Причем исторически. То есть это уже реальная прибыль. Не надо, конечно же, мне говорить, что пока ты ее не зафиксировал, это не прибыль. Друзья, чтобы мне ее зафиксировать, ну это край 10-15 минут, чтобы продать все эти позиции. И то это можно будет сделать и за 5 минут, но так как у меня много бумаг, возможно понадобится минут 10. Поэтому по факту это уже готовая прибыль. И здесь все ликвидные бумаги, проблемы. С этим не будет. Так же, как и с облигациями. Здесь только у ФССР все это легко продается. Значит, то ли еще будет. Возможно, мы перейдем на еще исторический рекорд. Вот был 106-109. По чуть-чуть рынок растет. Пока геополитика более-менее. Каких-то плохих новостей нет. Но нужно не забывать, что в любой момент будут какие-то плохие новости. Поэтому я сейчас пока акции перегреты не покупаю, потому что они перегреты по отношению к моим ценам. Если заходить сейчас рынок, да, цены, возможно, еще не дорогие. Но они дорогие по отношению моей точки входа раз. И по отношению к тому, то, что сейчас идет конфликт. У них сейчас цены, как будто бы сейчас вообще ничего не происходит. Поэтому я пока наращиваю депозиты и облигации. Улучшаю и стабилизирую свой портфель. А там уже посмотрим. Если обвалится что-то, будем докупать. Ну и также покупаю некоторые акции, такие как Газпром, у которых все плохо. Может быть, в будущем буду покупать. Те акции, которые, допустим, для отслеживания я хочу купить в портфель, который у меня нет. Даже, ну, по любой цене, какая она есть. Небольшую долю, чтобы в случае чего можно было хорошо ее усредить. Когда уже нахапаешь, там уже, чтобы усредить, нужен больше капитал. Поэтому это риск. Рублей у меня 32 рубля. Я все потратил. Я писал и в телеге. Сказал свой последний шопинг там тоже. И говорил, вот у меня 1600 рублей было. Я все потратил там на 200 рублей. Докупил там. У меня было 200 с чем-то. 300 рублей. И, короче, на 200 с чем-то я докупил акции ВТБ. Значит, Авроса объявила дивиденд. 3,7 рубля на акцию. Напомню, в Телеграме я это все говорю. Дивиденд это только полугодовой. У меня средняя, видите, тут 67 рублей. В принципе, за год у меня может даже здесь и 10 быть по ней дивиденд доходов. Вполне неплохо. Значит, Аэрофлот я добил до 200 акций. Пока не планирую брать. У них тут убытки. Понятное дело. Низвестно, когда они выберутся. Но, в принципе, когда они были вот здесь вот по 20, ну, как бы задаром крупная компания продавалась. Я тоже этим пользовался. Сейчас у меня средняя 46 рублей, а была 69, то 65. В принципе, я считаю, вышел вот, видите, без убыток. Вот у меня только 500 рублей. Здесь минус. По факту, все остальное это уже прибыль. Капитализация к портфелю. А если будут дивиденды, это когда-то там. Это будет бонус. В ВТБ там тоже хорошие показатели вышли. Опять они там уже 350, по-моему, миллиардов. Планировали 400 за год. Уже, наверное, раньше времени сделают прибыль больше, чем за 2021 год. По-моему, у них уже больше. То есть, сегодня вполне себе могут и 500 сделать. Я набирал, вот все, по чуть-чуть набираю, увеличу позицию. Это была самая одна из убыточных позиций. Теперь она у меня всего лишь 8900 минусует. В 2025 году, может быть, и могут порадовать дивами. Но, опять же, диверсификации беру. Газпром. Здесь вышел отчет. Я наращиваю пакет акций. У меня сейчас 290 акций. Я хочу до 300 набить. По Газпрому может быть дивиденд 13 рублей. Там у них, получается, база дивидендная 600 миллиардов. Там высчитали аналитики, что 13 рублей могут только за полгода. В принципе, неплохо. Около 7 доходностей, они говорят. И сам Газпром ничего не заработал. По факту, это Газпром нефть ему обеспечила. Газпром нефть сейчас дела хороши. На будущее буду брать еще. Сейчас у меня есть мыслях увеличить пакет. Вот уже на этой неделе. До 300 акций. Пока Газпром один из дешевых. Ну, если еще Газпром сам начнет зарабатывать. И плюс еще Газпром нефть. Еще дочерние энергетики есть. Вполне, я думаю, у него всегда будет прибыль. И свои, не знаю, там, 5-15 рублей дивидендами он будет платить даже без северных потоков. Поэтому, ну, мне это только на руку. Ну, и вот как раз-таки вот Газпром нефть. Кстати, Газпром нефть пробила исторический максимум. Здесь пока тишина. Вот где реальная ракета. Представляете, вот это реальная ракета. Исторический максимум. Там просто СЕО сказал, что дивиденд будет больше, чем в прошлом году за квартал. И тут выстрел. У меня всего лишь, видите, одна акция. И то она уже удвоилась. Вот 590 плюсует. Хотел, конечно, докупать. Видите, у меня средняя 414. А здесь она везде, видите, как торговалась. Даже и точки входа не было. Ну, это такая защитная история, как и Черкизова. Койл, вы, наверное, знаете, объявил байбэк у нерезидентов. Посмотрим. Здесь тоже могут быть неплохие дивиденды. У них там тоже бы было неплохо. Вот одну ленту я докупил. У меня здесь получилось 14 акций. Вот хочу до 15 добить. Тем более, у меня средняя 1055. Ну, так, чуть-чуть на перспективу ритейла. Хотя у них дела, ну, так себе. Неплохие дела идут у Магнита и у Пятерки. Металлургии тут пока все глухо. Возможно, МТС еще доберу. Хотя при таких ставках проще депозит. Ну, посмотрите. Вот если он будет, конечно же, где-то в районе 200. Ну, тут хотя 50. Неплохо сейчас подожду. Пока дороговато. Хотя у меня средняя 292. Я когда начинал, я убрал. Просто по 300 на хаях. М-видео вышел отчет. Плохой осень, честно сказать. Видите, люди сливают. Ну, посмотрим. Сейчас действительно осень. Это пик подарков. Может быть, они и вырулили. Там что-то по облигациям. Они нарушили ковенант. Пока неизвестно. Но вот у меня А8 с такцией. Пока я в убытке 15 тысяч. Это одна из самых убыточных компаний. Буду пока держать. Рисковать. В случае чего, конечно же, скину. Ну, и убыток, понятно, здесь уже будет больше. Ну, такие инвестиции рискуем. В принципе, я верю компанию. Даже вырулили такие гиганты. Я вот тоже был. Когда вот недавно чайник электрический покупал. Когда вчера. Даже смотрю, что охранника там не было. И какие-то ребята там, новые консультанты. Что-то как-то не очень меня обслужили там. Но есть и старые ребята, которые до сих пор работают. Сказать, что там техники мало у них и все плохо. Я бы не сказал. Техники всего в принципе навалом. Акции есть. Вот кэшбэк сейчас 20% может заманивать. Я купил товар. И мне там кэшбэк начислили 20%. Посмотрим, что и как будет. Пока спешить не буду. Выводы пока рано. Если уж следующий отчет через полгода тоже фигню какую-нибудь покажет. Потому что придется и зафиксировать убыток. Хотя, может быть, и буду держать. Пока ничего не буду говорить. Хотел вообще нарастить до 100 акций. У меня пока 80 рискнуть. Но что-то последний отчет как-то мне. Облигация-то не очень нравится. Пока оставлю вот так. Дергаться. Ну, наращивать тоже пока не буду. Если вдруг что-то будет получше у них. Понятное дело, акция сразу уже взлетит. Я тогда тоже буду добирать. Московская биржа неплохо растет. Посмотрите. Может быть, будут дивиденд и рублей 10 в этом году. Они в том году зажопились. Может быть, с учетом того года. И это у них неплохие показатели. Могут неплохо заплатить. Но у меня тут все лишь 100 акций. Так, новотек у нас дивиденд тоже объявил. Небольшой. Я не помню. 34 что ли рубля. Рост не здесь пока. Тишина. Все. Так, Ростелеком что-то пока не объявляет. Ни дивиденды, ничего. Хотя Минцифры заявили, по-моему, что они заинтересованы в выплате дивидендов. В Бербанке я нарастил до 400 акций. Отлично. Если будет 30 рублей на акцию. В следующем году я получу 12 тысяч. Это будут исторические дивиденды. Черед это одного имитета. У меня до этого были исторические дивиденды от Сбера 8. А то будет 12. Видите, 70 у меня обычных. И префов 400. Северсталь тоже впервые свой отчет опубликовал. Ну, там все так себе. Не сказать, что плохо. Совкомфлот уже так посчитали аналитики, что он уже где-то заработал. Заработал, ну, примерно, по-моему, 7-9 рублей на акцию. Сейчас сразу не вспомню, еще много отчетов, информации было. То есть за год реально 15 рублей он может. У меня будет дивидендная доходность тут неплохая. Там люди прогнозируют с учетом вот этих цен. Где-то 12 будет, 10 годовая доходность. А у меня 72. Вообще у меня было, я его по 89, по 90 брал после IPO. 20 рублей я убрал. По 30, все смеялись. Вот нарастил до 250, нормально. Прирост, смотрите, уже у меня 10 тысяч. Да еще и дивы будут. Даже если 10 рублей, вот, 2500 рублей в казну я положу. Татнефть тоже объявила дивиденды. 34 рубля, по-моему, на акцию. Тоже сейчас торгуется очень хорошо. Фосагра там немножко тоже 126 объявила, наверное, вот это инвесторов. Ну, у Фосагра сейчас пока и прибыли хуже, чем в прошлом году. А вот энергетики растут, например, вот Юнипро. По непонятным причинам, может быть, инвесторы надеются на какие-то полугодовые дивиденды. Хотя тут у нас внешне управление, тут все сложно. Хотя, может, кто-то что-то знает, не знаю. НЛ тоже растет. У них, получается, убытки были в том году, в этом году более-менее. Но у них сами по себе убытки еще. И вряд ли они будут дивиденды платить. Но инвесторы, скорее всего, надеются. Сейчас откупать нет смысла. Энергетиков их откупать надо было, когда была высокая ставка, и у них было все плохо. А ставка тоже высокая. И тогда, когда была высокая, ну, тогда они были дешевые, депозиты были выгодные. А сейчас высокая ставка, вроде как, выгодны депозиты, но люди почему-то покупают акции. Потому что, хотя такие энергетические компании, их хорошо покупать, когда они не растут. А сейчас как-то и ставка высокая, и они растут. Обычно, когда ставка высокая, такие компании падают. Такие, как МТС, вот такие, которые стабильные. Ну, сейчас у нас, короче, все как-то, все наоборот. Значит, вот это, что касается портфеля с акциями. Что касается портфеля, облигации здесь по чуть-чуть докупаю, в прошлом месяце у меня было куплено 7 облигаций из них, 6 погасилось, я еще 6 докупил, потом еще одну, покупаю в принципе разные облигации, я свою стратегию же рассказывал, буду сидеть до погашения, сейчас в основном длинные, покупаю, ставку ЦБ подняла, я бы не сказал, чтобы они сильно, кстати, просеяли облигации, если вот за все время посмотреть, то тут у меня некоторые выпуски, видите, конечно, в просадке можно их будет усреднять, индекс облигаций показывает то, что они даже чуть-чуть подросли, если уж совсем будет высокая еще ставка или буду держаться, подниматься я, конечно, все равно буду длинные покупать и, возможно, если сильно проваливаются облигации, может, ставку, например, 18 лупит, буду покупать, может быть, среднесрочные, чтобы была диверсификация где-то на 4-5 лет, потому что среднесрочные не так падают, да, короткие совсем не падают, если будет, допустим, что-то жесткое на рынке, портфель акций, понятное дело, сложится, портфель облигаций сложится у меня не так, но если у меня будет много длинных облигаций, то портфель тоже неплохо снизится, ну, понятное дело, не так, как акции, но все равно снизится, А если вот так вот миксовать, разные будут облигации, и короткие, и средние, и длинные, то падение будет не такое. Ну и плюс постоянный денежный поток, по чуть-чуть он увеличится. Вот календарь Сбербанка, например, спрогнозировала, что у меня будет уже 700 рублей выплатами в сентябре, что неплохо. Когда-то я начинал, у меня 100-200 рублей было в месяц, сейчас уже 700. И вот так вот, надеюсь, что в следующем году у меня уже облигации будет в какой-то из месяцев даже полторы тысячи, две тысячи, неплохо. Плюс еще сейчас накопительные счета и вклады тоже мне неплохо приносят, я сейчас стал делать. Там на два, на один месяц вот так ложится, чтобы мне каждый, плюс где-то накопительные счета, чтобы мне каждый месяц что-то от Сбербанка капало. Там и Сбервклад есть, и лучший вклад там разный. Просто лучший вклад требует новые деньги, а Сбервклад нет. Так что везде диверсифицируюсь, наученный сейчас, без фанатизма покупаю, не спешу, сейчас все акции. Вот давайте, если возьмем, за все время, посмотрите, все акции у меня плюсуют только по Сигеже, убыток большой, ну вот Россия, там из-за конвертации все это. И вот NVIDIA, самый огромный убыток, все, ну лента тут немножко, Газпром, ну и ВТБ, ВТБ было гораздо больше. Ставим лайкосик, пишем комментарии, какие у вас дела, что покупаете, какие мысли по рынку. Делитесь данным видео с своими друзьями, возможно им будет интересно. Ну а я с вами буду прощаться, с вами на связи был Фокин Вене, начинающий инвестор. Всем пока, друзья, скоро увидимся, впереди будут интересные и полезные видео. В том числе в следующий месяц обязательно такой же будет отчет по портфелю, также мы поговорим про дивиденды за третий квартал.